Здравствуйте, дорогие друзья! Смотрите, целая книга говорит о каких-то жертвоприношениях. И мы все-таки, как бы мы ни делали вид, мы не до конца понимаем, для чего нам это надо. Поэтому давайте вот сегодня об этом. А чтобы к этому прийти, давайте сегодня поговорим сразу о Шабате. Шабате Захор, который будет в конце недели. Я объясню почему. Написано в нашей недельной главе, чтобы пламя не угасло, а на жертвеннике все время горело. Написали мудрецы, что очень важно вот это в каждом слове, которое история, понимать ее применительно к себе. Важно поддерживать в себе вот этот огонек. Особенно важно в этот Шабат, почему? Ведь Амалек, написали, преследовал тех, кто отставал, ослабевал духом, потерял направление, чей духовный огонь угас. То есть нам объясняют, вот проблемы твои. Вот если ты против этого всего сумеешь найти преграду, у тебя жизнь будет другая. А стереть память об Амалеке, которая говорится, это подразумевает обновление вот этой ежедневной связи с духовными источниками. То есть все время подпитка какая-то духовная. И поэтому говорят, пусть огонь горит на жертвеннике постоянно. Кстати, жертвенник олицетворял что? Сегодня он говорит, сердце человека. Написано, что даже когда нас окружает тьма, в наших сердцах должно быть что-то положительное, божественный огонь, желание приблизиться к Богу, какая-то духовность. Потому что если и снаружи вот это все темнота, и внутри темнота, это действительно проблема. Есть в каждом человеке вообще все, что описано в Торе, есть в каждом человеке. Есть фараон, есть мошенник, есть внутренний первосвященник. Это, кстати, тот стержень души, который не разрывен с Богом. Это маленькая часть нашей души, которая не принимает участие ни в каких действиях, отрицающих связь с Творцом. И вот теперь можно сказать, чего мы привязались к этому самому идолопоклонству. Примером поступка, отдаляющего нас от Бога, является идолопоклонство. Любое нарушение воли Творца, это разновидность идолопоклонства, поскольку это очень просто. Оно нарушает его волю, и значит мы служим чему-то другому, будь то деньги, слава, наслаждение, я не знаю, чему-то другому, что хоть что придумать. И больше того, тратить жизнь на склошные гулянки, или наоборот, потратить всю жизнь на оплакивание себя и своих неудач, это тоже виды идолопоклонства. Очень важная вещь, сейчас скажу, мудрецы сказали, точнее я повторю, секрет, большая тайна, цель жизни можно сказать. Написано, что в дни Машеха жертвы только будут личные, точнее не так, не будет личных жертв, кроме благодарственных, вообще никаких жертв больше не будет. Смысл всех личных жертв, кроме благодарственных, да, исправить нашу животную душу, направить ее к божественному. Но когда уже все произойдет, когда пришел Машех, и у нас не будет желания грешить, это просто не нужно. А благодарственные останутся, ибо смысл их, признание нашей зависимости от Бога. А мы тогда будем, поверьте, от него зависеть. И вот, как бы, смотрите, какая будет потрясающая жизнь написана. Не нужно молиться о потребностях, они удовлетворены. Бедность, болезни, все останется в прошлом. Гармония духовной жизни, все, да. Поэтому молитвы будут состоять из едной благодавности. Но говорят нам каббалисты, что мы можем приблизить, мы приблизить приход мессианских времен. Иными словами, что надо сделать, если подчеркнем мы в своей жизни то, что станет в мессианское время настоящим истинным. Что это означает? Если мы в молитвах больше сосредоточимся на наших благодарностях к Богу, чем на наших бесчисленных там просьбах, да, то мы приближаем тот мир, когда не надо будет молиться о физическом. И вот этот «я маленький человек» своими действиями написано может приблизить машеха, потому что такое действие его приближает. Надо двигаться по духовной лестнице. Нельзя сказано, что если человек судит о своем благополучии, по богатству или положению в обществе, то он может быть на волосок от гибели и при этом считать себя преуспевающим человеком. Однако, если ты по важнейшей шкале духовной, да, продвигаешься вперед, совершенно другое. Сказали мудрецы, в каждом из нас есть огромная внутренняя сила, позволяющая не только победить духовную темноту, но и преобразовать ее в свет. Однако, в силу разных причин, там, не всегда это достигает, этот успех. В то же время, вот, когда ты воспитываешь в себе вот этот маленький кусочек первосвященника, для того, чтобы преобразовать хоть иногда какой-то свет внутренний, чтобы на людей это проецировалось, и по твоему лицу было видно, что ты немножко работаешь с собой, все, больше отчека ничего не надо, не надо двигать горы. Брахавы от слаха, всего самого лучшего. Брахавы от слаха, всего самого лучшего.